так доброе утро всем у нас ровно 9 если слышно меня плюсики поставьте в чат пожалуйста меня зовут федор спасибо большое эхо есть игоря ночь мы с игоря ночью доброго утра работаем из москвы с вами мы как бы мейкер мастера данного лагеря мы придумали задание мы придумывали как бы концепт первого этапа и все что с этим связано в общем я работаю в школе учителем по технологии и кем работаешь я классный руководитель и тренер команды одиссея разума у меня сзади локацию из вашего города у меня федина кухня и у меня в гостях сегодня может быть поменяется завтра что-то другое будет надеюсь что все познакомились с заданиями которые как бы ваши кураторы должны были раздать если познакомились тоже плюсики пожалуйста в чат сколько плюсиков эти минусики можете первые плюсики могут попутаться со вторыми плюсиками либо два плюсик ладно не суть у нас есть 30 минут мы попробуем в 15 минут уложиться со знакомством и несколькими вопросами связанными с нашим знакомством а на следующих 15 минут мы попробуем ответить точнее попробуем точно это сделаем ответим на вопросы которые у вас возможно появились во время знакомства с заданием 3d ай-1 и последние два модуль это четверти в школе у меня уроки были онлайн я вел уроки труда столярная мастерская в онлайн и это было смешно так что попробуем сейчас масштабировать наше знание на уже всероссийский масштабы чтпз нты и первоуральск давай если открытая презентация по первому вопрос пройдемся друзья пожалуйста если у вас эхо сейчас от того как мы говорим напишите просто эхо в чат чтобы мы понимали что не очень классно слышно хорошо я вчера купил пилу себе специально самой маленькой самой маленькой пилой можно сделать какие-то изделия я нашел дедушкин штангель циркуль зачем то я не знаю зачем он мне но он не будешь показывать я сам покажу хорошо сейчас покажу вопрос в общем вопрос следующий перед нами две картинки на одной картинке нарисована одна игра на другой картинке нарисована другая игра обе эти игры компьютерные наверное многие могут знать что это за игры наверное нельзя детям компьютера гать чего родители запрещают я спрещали папа запрещает играть компьютер хорошо не мешай мне задание такое представьте что вы мейкеры и что-то создаете и я не знаю может кто-то не знает эти игры но посмотрев на эти картинки можно попробовать предположить какая из них более подходящие для мейкерства фортнайт пишите в чат буковку f майнкрафт пишите буковку м ваше видение в чат ждем давайте минута можно по поводу быстрее зачем человек уже отлично больше чем ты там всем пишут всем пишут не может определиться смотри мы же в чате просим отреагировать девяносто девять в чате сообщений вау мэ 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 очень круто фэ фэ тоже попадается я не успеваю читать новое сообщение обратно счетчик ну когда 60 новых когда пишут много мэ это конечно путает меня немного мэ 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 отлично отлично в общем для меня тоже мэ я тоже могу написать я пишу большую муку я вообще не знаю что это такое он не играет компьютерные игры кроме цивилизации хотя может что ты еще играешь непонятно что ты играешь не скажу почему мэ потому что там слишком много всего можно сделать почему фэ потому что там тоже можно сделать но немного забор и стены тоже строятся для кого-то даже этого достаточно и в плане там остановиться не могут все федя хорошо спасибо я понял глобально мэ круче у нас чем фэ вот я вижу по чату что это так к чему данная история в нашем сегодняшнем задании есть возможность выполнить одно из трех микрозаданий а можно выполнить все три микрозадания поэтому смотрите что выберите то задание первичное которое для вас является наиболее простым и понятным если вы его сделаете можете усилить свою как бы работу сделать остальные два важно сделать одно обязательно можно потом апгрейдить и улучшать а можно не апгрейдить и не улучшать а делается новое качество изделия нам не принципиально нам принципиально чтобы вы выполнили задание и разместили задание выполнено на доску парня сейчас я кинул в чат ссылку дублирующую юник не увидит сейчас от соли серии f и м затеряется ссылка твоя вроде как кураторы знают эту информацию они могут продублировать это сидел будет будет квест найдите через наш начать ссылку который вы так что прислали пошло давай еще пара опрос у нас осталось три минуты для знакомства потом попробуем вопрос подключать 3 либо 8 закрой уже свой слайд с майнкрафтом хорошо закрою там где нехорошие вещи пишет про майнкрафт доски прям давайте не будем друзья так делать хорошо виктор доброе утро так второй вопрос второй вопрос второй вопрос немного посложнее мне кажется сейчас я включу демонстрацию экрана о смотри кто написал в чате что он фоткает все ссылки это клево но потом это все вбивать текстом конечно да я видел вчера как работали ребята на знакомстве с микробитом и многие работали в зуме с телефона а потом пытались эту ссылку перекопировать в компьютер где у них происходит рабочий процесс наверное это не очень прикольно но можно и так пробовать второй вопрос следующий демонстрации экрана два проекта вопрос заключаются на самом деле вопрос простой чей проект для вас лучше если проект номер один это левый корабль кузьмы пишите в чат единичку если правый это лофт лампу мешание пишите чат двоечку давайте тоже посмотрим что и я расскажу историю большое про два этих проекта проекте сделаны в школе где я работаю они разные один из проектов сделали делали наверное шесть месяцев включая карантин а другой проект делали за два дня один делал учащийся шестого класса другой делал учащийся десятого класса ну чё там какие результаты показов за 2 все ну больше топят но много первого тоже в общем друзья пожалуйста не надо на экране чего рисовать пожалуйста пожалуйста кошмар какой-то история заключают следующем два ребенка 16 класс другой десятый класс по-разному видят создание изделий левый проект для меня считается максимально креативным и необычным и полностью сделал одним человеком второй проект сделан с чертежами проработки каких-то там эскизов продумыванием как чтобы чему будет крепиться но объем работы выполнены самим создателем данной лампы достаточно небольшой помощь от взрослых была здоровая самостоятельность была слабая с любыми вещами связанных засверлены отверстий крепежами человек обращался это 10 класс обращался за помощью и не знал как что делать с кораблем абсолютно противоположная история шестиклассник кузя полностью все самостоятельно никакой помощи не нужно было полностью креативничал и творил крепил петли сделал отсек для крепежа для склада вещей все что видел использовал в конструкции саморезы для его пистолет декоративные элементы какую-то фанеру раскрашенную с рампы и для меня он с точки зрения количества работы проведенной кузьмой он считается более крутым чем правый если мы говорим о продукте как продажным каком-то изделие то 2 наверное лучше он в общем по интро все закрываю трансляцию и если есть вопросы по знакомству с заданием да наверно можно сразу вопросы а можно пройтись если есть у кого желание познакомиться с заданием 3o diy то мы можем сейчас пройтись по нему если вы все узнали на встрече на встрече с кураторами то можем отвечать на вопрос если есть вопросы задавайте вопрос в чате пишите вообще с кураторами вы само задание разбирали ли вы только сами прочитали его 3o diy в общем глобально первая часть 3o diy это возможно сделать все транспортное средство маленькую машинку и и там есть небольшой костыль под названием три колеса когда я закупал для своего тестового комплекта три колеса в магазине обе на кассе продавщица мне сказала вы уверены что вам нужен три колеса как бы надеюсь что у кого-то из вас тоже появился вопрос почему в комплекте лежит три колеса это сделать специально второе задание у нас это построить башню который должна выдержать определенный вес который будет установлен на макушке этой башни а третье задание это катакульта катакульта либо что-то что может стрельнуть самодельным шариком у кого-то колес нету колес нету у кого-то есть колеса давайте так кроме феди у кого-то есть еще колеса вот такие колеса роликовые колеса глобально опять же нужно максимально внимательно прочитать задание и выбрать наиболее интересное для себя и наиболее наверное простое для старта так давайте вопросы вопросы чёте у кого нет никаких вопросов может тяга есть вопрос а я хотел спросить что такое diy diy я не знаю я не понимаю что это такое это аббревиатура из трех английских букв что это такое тот кто прочитал задание может приступать если виктория значит кто-то тебе их не положил это чья-то ошибка но попробуйте сделать колеса сами либо не делайте машину сделать что-то другое если нет пауэрбанка то вроде как завтра вам возможно дадут устройство питания я сделал такую штуку может быть кого-то есть старые игрушки на 2 батарейки и можно попробовать его раскрутить и соединить конектором 3 вольта и граунд и у вас микробит будет работать автономно я тестировал как бы работает схема но для этого нужно найти что-то где есть питание на 3 вольт машинку ехать заставить это одна из самых интересных микро задач потому что вам нужно придумать как это сделать и любые варианты хороши тут есть вопрос по поводу несколько вариантов размеров ручной кладки у разных компаний выберите ту какую хотите это тоже каждый вопрос но как бы если вы это найдете и зафиксируйте все молодцы делайте так как вы нашли то есть можете использовать те параметры которые вам больше понравится и обосновать это тем что вы мы нашли именно такой формат такой компании правильно да моторчики есть сделай сам пишут я его и здесь сделали здесь сделай сам дует Аббревиатура раскрывается так. Друзья, по поводу высоты башни, там очень четко написано в задании, какая высота должна быть. Посмотрите, пожалуйста, еще раз формулировку башни. Высота башни должна быть от 100 сантиметров до полутора метра, но груз должен быть размещен на высоте 100 сантиметров от основания. Ролики 27 миллиметров – это колеса. Где задание будет? Задание, скорее всего, вам должны были давать ваши кураторы. Ну, оно должно быть, скорее всего, в группе ВКонтакте. Из чего делать башню? Башня – ваше право придумать из чего? Из чего угодно. Из этой коробки. Почему масса груза на высоте 100 сантиметров? Потому что цель этого груза – показать, что ваша башня не просто может стоять как соломинка вертикально, но и может выдерживать нагрузку. И это очень крутая инженерная задача, на самом деле, которую мы в таком фановом виде вам даем. А вот, смотри, маленькие ролики – это и есть колеса, пишет Евгения Афанасова. Отлично. Ролики у всех есть в наборах? В роликах есть колесо. Смотрите, почему лежат ролики? Очень трудно найти центр в круге, и колеса положены специально. Я, может, и не хотел бы класть колеса, но зная, что это очень тяжелая история, найти в круге центр и засверлить дырку, либо сделать дырку в этом центре, это практически невозможно. Поэтому эти колесики для упрощения вашей работы. Можно снять колесо, попробовать с раскрепежа и смонтировать его не в таком формате, как он дается вам в комплекте. Это бонус, потому что вы попробовали поменять один материал в другой материал. Чем вы больше сделаете операций, тем круче для того, чтобы понимать, на что вы способны или что вы можете делать. Смотри, дети все-таки не понимают многие, как делать так, чтобы машина ехала. Я вам приведу пример. Если вы сделаете горку и скачете машину с горкой, то это будет являться установкой, которая позволит, не прикладывая усилия толкания, либо тащить эту машину, то она скачется с горкой и пролить полтора метра. Но нужно будет сделать горку. Это один из вариантов. Таких вариантов может быть много. Если вы придумаете сделать инерционный двигатель с резинками, которые есть в комплекте. Но ты сейчас что расскажешь, да? Все, все, больше не буду делать. Таких вариантов очень много. Посмотрите в интернете, если у вас не будет симпатических идей, какие-то запросы, типа про то, самодельная машинка игрушечная, или что-то еще. Ищите сами запрос, который поможет вам найти вариант того, как она поедет. Вспомните ваши игрушки, как они ездят, детские машинки. Там тоже несколько разных принципов есть. Вы можете использовать абсолютно любой. И мы специально не говорим, какой мы хотим. Почти не говорим. Федя, спасибо. Я как обычно. Вечером посмотрите, какие варианты у вас получится. Нам суперинтересно, что вы будете использовать для этого. Да, мне вот реально интересно. И, кстати, я буду тоже делать машинку. Игорь ничего не купил, он ничего не будет делать. Я буду ломать Федину машинку. Я, может, дам ему какие-то материалы, чтобы он тоже делал. Но, скорее всего, нет. С рейки такая история. Как бы все материалы пилились в размере метр, чтобы их, возможно, было легко транспортировать. Поэтому, как бы, они метровые. А изначально были того размера, который на наклейке написан. Не обращайте внимания, работайте с тем материалом, который есть у вас. Ролики должны лежать в коробке Трио Диайвай. Это первая коробка на сегодняшний день. Все, кто понял, можете приступать и действовать. Крутой ход, например, проводить тестовые заезды не дома, а на улице у дворе. Придумываю название, не знаю. Друзья, еще раз буду рейки, особенно пивоматериалов, брусы и так далее, то, что у вас есть. Вам его дали, должны были привезти по дням, но, к сожалению, с проблемой логистики получилось так, что вам привезли сразу большой объем, и вам нужно просто рассчитывать, что вам привезли его авансом на три занятия, которое заложено именно в описании задания. Ну, в смысле, не больше этого количества. То есть вы сегодня можете использовать тот материал, который заложен в задании. Вы не можете использовать другой материал. Но при этом, как бы, допустим, если у вас нету... Сейчас покажу, чего. То есть я буду работать тоже, у меня есть инструмент, который позволяет, но я буду пилить сегодня табуретки. Вот, у меня есть табуретка. У кого-то, может, табуретки не быть, поэтому можно использовать... ...пиломатериалы из других дней, как некую верстачную историю. Например, если вы положите два бруска с 40 на 96 рядом, и пилить будете на них, это упасит вам задачу. Федь, там что-то очень много про коммунизм пишут. Какие-то гимны, вот это все. Наверное, кто-то любит политическую тематику. Вы можете сделать вашу машинку в виде коммунистической машинки и украсить ее гербами СССР? Да, очень... Флаг сделать красный. Можешь сделать в виде танка Т-34? Нет, лучше даже не так. Лучше, знаешь, что сделать? Лучше сделать башню, самую высокую какую-то коммунизм. Башню будет Кремлевская пусть, да? Кремлевская, да, назвать ее. Кремлевская. Кремлевская башня Первоуральский, и на нее сверху воткнуть еще флагшток, и на нем алый, алый такой, типа, развивающийся флаг. И дуть на него потом еще. И он будет вот так. Да, да. А катапульты, Федь, давай в контексте Советского Союза катапульта. А, если построить катапульты, катапульта бы этот флаг сбивала, а катапульта бы как разкрашена в черный цвет. И, в общем, здесь у нас прям вторая мировая война. Вот Евгения написала, что можно использовать то, что лежит в кладовке, ненужное, но это на самом деле не так. В этом задании можно использовать только то, что мы заложили в STEM-коробку. В других заданиях будет возможность использовать как раз то, что у вас еще есть, любые материалы, которые вы найдете. Но сегодня тот день, когда вы используете только состав коробки. Ну что, там есть какие-нибудь еще интересные вопросы? Нет, только очень много гимнов в СССР. Коробка и, опять же, я люблю подсказывать, и жалко, что я не с вами там. Потому что если бы мы там рашили без вот этого карантина в реале, и у вас это было бы очень круто. Екатерина Пермякова может сделать машину в форме броневика, с которого выступал Ленин. Большое, кстати, спасибо кураторам, потому что в нашем понимании они как бы максимально нагружены, если они слышат, прям респект. И большое спасибо людям, которые комплектовали коробки и делали логистику для вас. Тоже респект, это прямо честь и почет, кто приложил усилия для этого. Прямо, в общем, йоу. Смотри, пишет, у некоторых участников нет с собой коробки. Ну, и бы ее найти. Можно сказать, на улицу где-то искать ее. Можно попробовать, я не знаю, в кладом сходить, да. Саша, если у тебя нет ручной дрели, используй все, что угодно, чтобы достичь своей цели. Придумай, как сделать так, чтобы достичь результата, который ты хочешь. Это возможно. Да, опять же, я могу подсказать. Если вы хотите подсказку, напишите, хотим подсказку по поводу, если нет дрели. Там что-то пошло не на русском даже уже, Федь. Ты что, украинский? Наверное. Ё-моё. Разные из... Может, это... Я не разбираюсь. Егор Степаненко, это что, гимн Украины? Можно использовать те доски, которые прописаны в текущем задании. Если у кого-то нет задания, я могу продиктовать, но это, наверное, не очень правильно, то, что вы не запомните. Узнавайте у куратора, где получить задание, там есть список материалов, которые можете использовать сегодня. Федь, тебя спрашивают, почему у тебя дырявая борода, почему так называется? Потому что, вот смотрите, у меня вот здесь реально дырка, и давайте я расскажу завтра. Это смешная история, но она со смыслом. Да. Отлично. Это гимн Украины. Хорошо. Можешь делать все свои девайсы в тематике Украины. Конечно. Кто-то будет с красным флагом или в оформлении Советского Союза, а кто-то сделает желтый-синяй в формате Украины. Отлично. Так, друзья, еще есть вопросы? Наше время заканчивается. Мы готовы доответить на что-то. Подсказку по поводу того, как соединять детали, если нету сверла, чтобы засверлить дырочки. Пиши, что хотят. Хотят подсказку, давай. Хотят. Есть малярный скотч. Лучший материал не соединять деталей, малярный скотч. Вроде вам должны были давать клеевые пистолеты. Как вариант соединения на клеевой пистолет тоже возможен. Есть гвозди и молоток. Это третий вариант. А саморезы? Саморезы, видишь, нужно засверлить, чтобы брусок не лопнул, потому что нужно сверлить дырочку. У кого-то, у кого нет дырочки, может скрутить на малярный скотч. Малярный скотч ружет. Нужно делать, работать с тем материалом, который у вас есть. А наклейку склеить и выкинуть в помойку. Заряда нету для клеевого пистолета. Это клево. Обычно в комплектах с клеевым пистолетом идет два патрона. Маленький, коротенький. Может быть, они где-то там завалялись. Правильно, Саша, Усачев. Крутой ход, только не подсказывал бы никому. Это классный движитель, который позволил бы машинке проехать. Можно не просто дуть, а можно чем-то махать, чтобы ты не тратил свои силы. Чем больше нестандартных решений, тем круче. Да, чем более необычную штуку вы придумываете для того, чтобы машинка ехала, или как сделаете башню, мы будем очень-очень рады увидеть нестандартные решения, которые максимально необычные. Друзья, все, кто пишет очень много ваших гимна в чат, вы можете, когда будете делать отчет по вашим заданиям, вы можете устроить целый перформанс. Не просто показать, как едет машинка, а спеть сзади гимн, включить его, поставить фигурки из лего или из чего-то каких-нибудь. Не знаю, гимн использовать и сделать целое шоу. И вечером обязательно посмотрим это. Ты меня сейчас заинтриговал. Я вот именно так хочу сделать. Можешь тогда? Ты займешься перформансом, будешь думать по перформансу, а я буду конструктивом делать. Хорошо, давай так сделаем. Сейчас обсудим. Окей, хорошо. Вот. Ну, все, я больше не вижу вопросов каких-то, кроме союза лего кубиков. Вот, уже креативность пошла, потому что как бы начали придумывать что-то свое. Мы в одной комнате, да. Мы, да, мы в одной комнате. Сейчас. Сегодня так. Может быть, мы в какой-то момент окажемся на улице, может быть, мы окажемся в разных локациях, может быть, если в машине, мы окажемся... Потому что я хотел, на самом деле, эту лодку и поплавать какой-то день на пруду у нас здесь. Ну, хватит, что ты все рассказываешь? Ну, ладно, ладно. Ты знаешь, я тот еще как сливальщик инсайда и всего. Я в тайне ничего не могу держать. А я могу тебе макрофон выключить? Наверное, да. Ты же тоже соорганизатор. У кого-то есть рулетка. Это круто. У меня тоже есть рулетка. И я покажу напоследок самые главные инструменты любого создателя. Это линейка, угольник и карандаш. Не могу, выкажи, тебе звук. Ура, потому что я отговорит это. Ну, еще бумага. Это в принципе, этот момент. Так, время выходит. Творите, создавайте и попробуйте сделать что-то прикольное. Да, мы желаем вам классного дня. Не бойтесь пробовать что-то новое и делать. У вас в расписании есть встреча, по-моему, она через пару часов будет. Если у вас будут к этому моменту какие-то вопросы, приходите, пишите ваши вопросы. Мы постараемся максимально подробно на них ответить. Может быть, если вы послушаете вопросы других людей, вам станут тоже какие-то вещи более ясные. Фотов нету, ищите сами. Если вы хотите не свое творение делать, и вам нужна какая-то база для того, как что сделать, ищите в интернете. Мы живем в веке, где информация доступна всем. И это один из важных моментов. Если есть информация, важно научиться этой информации пользоваться. И продвесить навыки, чтобы эту информацию это насформировалось в какой-то изделии. Смотри, а у Федя, у нас уже куча красных машинок построены. Заре стали черные, синие. У меня три, все, 22 секунды до конца. Всем пока. Хорошего дня. До конца работы. 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 Продолжение следует...